Сегодня Святая Церковь прославляет всех русских святых. Мы с вами иногда забываем обратиться к небу, а если и обращаемся, просим Господа, обращаемся к Богородице, забывая о том, что сон русских святых, живших в нашей стране, в нашей России, были разного сословия, разного положения. Они были и семейные, были одинокие, были воины, и крестьяне, и земледельцы, князья и княгини, воины, казаки. Кем бы ни были, те, которые возлюбили Христа и последовали за Ним, они обрели не просто веру, они подвигом веры прославили Господа и спаслись. Вот сегодня праздник всех святых, Святая Церковь обращает наши взоры к небу. И не просто обращает, а на святых, которые с небесных обителей взирают на нас и молятся о нас, живущих на территории, где они подвязались в подвигах веры, надежды и любви. Есть такой святой, блаженный Августин, который часто говорил сам себе, «Смотри, сколько людей и тех, и других смогли спастись? А ты, Августин, разве не спасешься, если будешь подражать житию их?» Как важно каждому из нас сегодня задать этот вопрос. Сколько святых угодников Божьих? А они ведь были такими, как мы. Кто-то жил в семье, кто-то работал, трудился, был многодетен или вообще не имел детей. Но есть святые, которые не только о нас молятся, но и укоряют нас за то, что мы даже не пытаемся подражать их вере. Мы не читаем Евангелие так, как читали они. Мы редко ходим в церковь, а они ходили часто. Они помогали другим и заботились о ближних, а мы заботимся в основном о себе, о ближних только своих по крови. Вот этот укор от наших русских святых, он должен быть сегодня обращенный к каждому из нас. Ведь если мы вспомним, что Христос, он не только пришел спасти особо живущих, он пришел спасти всех грешников. Он пришел спасти и призвать грешников к покаянию, к изменению своей жизни. И вот раньше существовало такое замечательное благочестивое предание, относительно которого люди рассказывали из уст в уста о детстве Иисуса Христа. Когда отрок Иисус жил в доме Иосифа и помогал ему в плотницком деле, вокруг него жило много людей, его сверстников, также нуждающихся в помощи и заступлении. И существовало такое интересное обращение среди живущих вокруг, если кого постигала беда или скорбь, а может быть не хватало терпения, может быть не хватало сил перенести жизненные трудности, люди говорили, пойду, посмотрю на Иисуса. Какое удивительное сегодня для всех нас приглашение. Когда нам будет трудно, а может быть невыносимо больно, может быть мы попадем в какое-то чувство отчаяния, вспомните это слова тех, кто жил рядом с Ним. Пойду и посмотрю на Него. Пойду и посмотрю на Иисуса. В царских вратах, на иконах, дома. Подойдите к иконе, посмотрите на Иисуса. Преклоните колени пред Ним. Помолитесь пред Ним. И вам непременно будет легче. Потому что Господь спасает людей благодатью Своей. Мы не сами спасаемся, мы немощные и слабые. А благодатью Божьей мы сильны. Вот потому и апостол говорит, «Все могу во укрепляющем Меня и Иисусе». И там, где Христос, там небо, говорил Иоанн Златоуст. Неслучайно апостол Фома взывает к апостолам, тем, кто окружал Христа. Когда тот уже даже шел на свои страдания, он воскликнул, «Пойдем и мы умрем вместе с Ним». А вспомните апостол Петр, который оказался на горе Фавор, как был восторжен чувством, как восхитился душой своей и сказал, «Господи, как хорошо нам здесь быть! Так хорошо, что, позволь, мы даже сделаем здесь три кущи. Одну тебе, одну Илье, одну Моисею». Он даже не хотел опускаться с этой горы. Ему так хотелось быть там, где Христос. Вот нам очень важно, дорогие, в праздник всех святых вспомнить об этом, что там, где Христос, там небо. И если тебе трудно, то как те, которые жили рядом с Ним? Скажи себе, пойду, посмотрю на Иисуса. И приходите в храм, молитесь Богу, чаще причащайтесь самого тела и крови Иисуса Христа. И Он укрепит нас и поможет нам пройти трудности нашей жизни. И будем, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, благодарить Бога за то, что мы русские. Мне хотелось бы сегодня вспомнить еще одного нашего замечательного русского писателя, который, оказавшись в дальних районах Сибири, там, в сибирских болотах, описал замечательный диалог с одной женщиной, которую он записал Анной Ивановной. Он приехал и был потрясен тем, как они понимают слово «Русь». Она внесла в избу горшок с расцвевшим цветком и сказала, «Посмотри, он расцвел, он ожил. Ну, хорошо, поливала, заботилась, на солнышке, наверное, цветок мог расцвести». Она сказала ему, «Нет, цветок уже был почти погибшим, он погибал. А я вынесла его на Русь, и он ожил». Тогда Станислав Тимофеевич так удивился, «Что-что? Куда ты вынесла?» «Я вынесла его на Русь, и он ожил, он расцвел». А что такое на Русь? На Русь – это на свет. То есть вынести на Русь – это вынести в светлое место, там, где светло и там, где все оживает. И вот он был так потрясен этим сравнением, а она ему говорит, «А разве ты не слышал, ты же с России приехал, нам, сибирские края, разве ты не слышал, что светлого мальчика называют русой? И девушку называют русая, то есть светлая. Русь – это светлое. Русь – это оживляющее, оживотворяющее. И вот мне сегодня в память русских святых в сегодняшний день хотелось напомнить вам, где мы живем с вами. Там, где свет. Свет, прежде всего, исходящий от Христа. А там, где свет Христов, там просвещается все. Дай Бог нам молитвами всех русских святых просветиться прежде всего верой в Господа нашего Иисуса Христа, который просвещает всех. Дай Господи нам, подражая всем русским святым, хотя бы в чем-то, стараться подражать их вере. И помнить, что не мы сами спасаемся, своих сил у нас не хватит. Но как только мы обратимся ко Господу Иисусу и придем посмотреть на лицо Его, как ходили Его тогда современники, то получим обязательно помощь. И если вся Русь вспомнит о том, какое облако святых ходатайствует о нас перед Богом, и обратимся к ним, все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас, они нас услышат. Вот давайте верить в то, что мы не одиноки, что кроме земной церкви, куда мы ходим, есть церковь небесная, которая взирает на нас с росписи, с икон, которыми украшены наши храмы. И дай Господи нам никогда не забывать, что молитвами всех русских святых Русь никогда не перестанет существовать, потому что у нас такое воинство заступников, которым никогда не преодолеть никаким врагам нашей Великой Руси. будем помнить об этом. Мы живем там, где оживает, там, где восстанавливается, там, где все еще только начинается. И верою, и молитвою спасемся. Все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас. Аминь.